Мархабабику, Анна Ксения Мэри, с вами проект Talk Arabic Now или нескучный арабский. Сегодня мы обязательно научимся писать от 1 до 10 и узнаем откуда же появились наши замечательные арабские цифры. Дело в том, что в интернете сейчас очень много весьма противоречивой информации на данный счет. То есть кто-то говорит, что на самом деле мы пишем арабскими цифрами, арабы пишут индийскими цифрами, или, например, что арабы пишут арабскими цифрами, а мы пишем индийскими цифрами. В общем, информации куча, но как в ней разобраться, никто не понимает. На самом деле мы пишем индийскими цифрами, которые подарили миру арабы. То есть индийские цифры пришли в наш мир через арабов. Итак, скорее всего сами по себе цифры происходят от букв алфавита Дивангари, который использовался индусами. То есть якобы числительные они обозначали те буквы, с которой эти числительные начинались. По другой версии, возможно, это отрезки, которые соединялись под прямым углом, а количество углов это как раз таки сами цифры. Давайте посмотрим на самом деле, как выглядят арабские цифры. Что вам это напомнит? А напомнит это вам замечательный почтовый конверт. Именно так на почтовых конвертах пишутся арабские цифры. Это правильное их написание. Посмотрите внимательно, сколько углов, то есть каждой цифре соответствует определенное количество углов. Да, и это определяет ее название. А что же вы скажете, кто же подарил миру арабские цифры все-таки? На самом деле существует, действительно историческая ошибка или исторический миф, по которому все считают, что именно арабы изобрели цифры. На самом деле их изобрели индусы, но в девятом веке замечательный был такой Эль-Хоризми, очень известный математик, исследователь, ученый. То есть он описал индийские цифры в своем известном трактате «Книга об индийском счете». Но он еще пошел дальше, он извлек еще квадратный корень, и почему-то на самом деле этот труд никто не перевел на латинский язык, то есть Европа посчитала, что его открытие не очень значительно. Также важный момент, индийцы изобрели ноль, который положил основу и начало алгебры. Но до сих пор арабы считают, что ноль изобрели именно они. Если вы приедете в любую арабскую страну, то вам будут усиленно доказывать, что ноль изобрели именно арабы. Потому что это, конечно, очень важное открытие, которое и дало возможность самому численному вот этому исчислению. А что же с Европой? Когда в Европу пришли арабские цифры, да, но вы не думаете, что был блокбастер под названием «Сильвестр-2». Нет, на самом деле «Сильвестр-2» — это папа римский, да, Сильвестр-2, который жил в X веке. Именно он, изучая математические достижения ученых халифата, который располагался на территории современной Испании, он как раз увидел арабский счет и попробовал его внедрить в Римской империи. В то время в Риме существовала римская система исчислений, она была безумно сложной, то есть люди там нажали, делились огромным трудом, и вначале они не очень хорошо восприняли арабские цифры, потому что считали, что единичка похожа на семерку, что можно приписать лишнюю цифру и число изменится. В общем, им арабские цифры очень не нравились. И даже в XIII веке они были вообще запрещены в Европе, но постепенно к XIV веку арабские цифры вошли полностью в обиход, и Европа перешла на арабскую систему исчисления. А на территории современной России существовала кириллическая система исчисления, и мы на арабские цифры перешли только в XVIII веке. Посмотрите внимательно на эту таблицу, то есть мы здесь видим индийские цифры, арабские и современные цифры. То есть современные цифры — это те цифры, которыми мы пишем сейчас. То есть вы видите, что арабские цифры очень отличаются от русских цифр. Но это не потому, что они не арабские, а потому что просто в процессе эволюции многовековой арабы адаптировали эти цифры под свое письмо. То есть на самом деле это те же индийские цифры в обоих случаях. Итак, друзья, давайте научимся писать числа по-арабски.